Большая промзона, расположенная вплотную к закрытому городу Власихов. Территорию здесь арендуют предприниматели средней руки, шиномонтаж, склады, пошивочные цеха. Рано утром сюда приехали полицейские из отдела по вопросам миграции, участковые, представители военно-следственного комитета. Правоохранители проводят рейд, цель которого – выявить нелегалов. Руководитель майор полиции Александр Бондарчук. Территория производственной базы находится неподалеку от воинского объекта. Соответственно, в рамках грации нелегалов отрабатывают все производственные комиссии. А почему вы штатские? Так, проще, от формы убегаем быстрее. Компактное место проживания и работы трудовых мигрантов. Общежитие в три этажа. Видно, работодатель суров. Личную жизнь не поощряет, чуть что готовь какую-то непонятную сумму на штраф. Документы на аренду жилья оформлены у вас какие-то? Ну, у нас арендовал этот главный директор наш. То есть документов, подтверждающих проживание, нету, да? У них администрация. У них администрация. Все, проходите. А вот и место работы. Трудовые мигранты отшивают здесь шторы. Только у двух человек на руках патенты. Хотя этот документ должен быть у каждого иностранца, который хочет зарабатывать деньги в России. Полицейские начинают задержание. У кого документы дома? Руки подняли, сюда подошли. Мужчины и женщины напряжены. Про общенациональную трагедию в Крокусе, конечно, слышали. И более пристального внимания к себе ждали. Но не здесь. Ну, мы ожидали. Может, на улице где-то там в магазине или в торговом центре нас будут проверять. Ну, не ожидали, если честно. Как бы у нас здесь охраняемая же территория. Вот так. Айдай 28 лет. Приехала из Бишкека, Киргизия. За два года обзавелась знакомыми. Опытная русская подруга принесла ей теплые вещи. Это вам вещи принесли, да? Да. Если надолго, да, чтобы? Да. Под раз на день девочек. Людей собирают в автобус, чтобы отправить в отделение полиции. Основание для административного задержания производства находится на территории, где для работы мигрантов требуется разрешение органов госбезопасности. Работодатель этим вопросом не озаботился. А вы из одной всей страны или из разных стран? Из разных стран. Откуда вообще, из каких стран? Крустан, Татистан, Узбекистан, Татистан. В полиции всех проверят по своим базам данных. Опять же, уточнят наличие патентов. Александр Бондарчук говорит, это обычная работа отдела. Но в ближайшее время планируется устроить едва ли не поквартирный обход в Одинцово. Задача найти места проживания мигрантов, о которых полицейские еще не знают. Мы работаем ежедневно, планомерно и будем работать гораздо более в углубленном режиме и, так сказать, как сказал наше первое лицо, в режиме военного времени. Мы будем постоянно еще сильнее работать в этом направлении. Этот опустевший цех – одно из тех мест, куда приезжают миллионы мигрантов в нашу страну. Приезжают за лучшие доли, приезжают для того, чтобы заработать себе на хорошую жизнь. Но даже если ты много работаешь, даже если, как ты думаешь, ты ничего не нарушаешь, все равно ты обязан знать законы той страны, в которую ты приехал. Тимур Гаисин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.